Это как в Гарри Поттере! Доброе утро! У нас суббота, сегодня по плану оставаться в Бостоне, в самом Бостоне целый день. У нас будет музей, у нас будет Харвард, потом мы идем в театр, а потом будем искать приключения. Наверное, не знаю, какую-нибудь ночную жизнь будем искать или рестораны, бары. Все-таки суббота вечером, единственный такой вечер, когда мы можем посмотреть на ночную жизнь в Бостоне. Смотрите, сколько птиц, они переходят дорогу и все ждут, когда они перейдут. Ну конечно, они будут ждать, но такие уже пища, типа ну давайте сваливайте! Ну а что вы хотите? Это парк, это их дом, они здесь хозяева. Что-то, видимо, продает картины. Мы пришли на завтрак, здесь тарт, все вкусно, такой огромный выбор и огромная очередь. Вот у меня какой завтрак. Наконец-то мы едим! Наконец-то, Эля! Вот так вкусно! Покажи, чутка! Красиво! Здесь можно сдать пальто. Мы пришли в музей. Девочки, как называется музей? Кто вспомнит? Элизабет Стюарт Гарден Музей. Ну вот сейчас мы узнаем, наверное. Ой, 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 как красиво! Вот это я люблю! Этот музей в самом центре Бостона является поместьем коллекционера Элизабет Стюарт. Она была очень выдающейся женщиной, очень состоятельной женщиной и любила искусство. Умерла в 84 года в начале 20 века и завещала все свое имение, всю свою коллекцию Бостону в качестве музея. Вот и теперь мы можем наблюдать и наслаждаться ее прекрасной коллекцией. Спасибо, Элизабет! Вот такая коллекция. Вот такое искусство мне нравится. Вот это красиво, очень красиво. Здесь какие-то скамейки. Вот это похоже на ванну. Куда? Ну вы знаете, очень интересно то, что это прямо в центре города. Да. Все-таки вискай он на окраине, а здесь прямо в центре Бостона такая красота. Это второй этаж. Вот такие окна красивые. Красивое здание. Очень красивое. Интересное такое, необычное. Слушайте, здесь столько правил. Селфи-стик использовать нельзя. Ходить и снимать нельзя. Ну, конечно, понятно, это музей, но все равно к нам постоянно подходят и говорят, это нельзя, то нельзя. Такая красная комната. Как вам? Как вам такой стиль? Ковры на стенах. Ковры на стенах. Прям как в детстве. Но вообще красиво, все равно красиво. Вот эта комната очень приятная. Такой цвет. Вау. Посмотрите, какая огромная комната. Нереально красиво и пол такой интересный. Мне очень нравится такой стиль, как средневековый. Здорово. Культурное наследие. Какая-то повозка, карета. Такая маленькая. Кто вообще там может пеститься-то? Буквально один человек. Стены очень интересные. Что это? Это как картина на картине? Я такого не видела. Или кожа, что ли? Смотрите, как интересно сделано. Потолок такой красивый. Тут девушки ходят. Интересно, девушки часть музея? Да. Временный экспонат, да, такой привезенный из Флориды. Флориды. along along. Вzes по кап fewani. В�� завтрак покушала ткань такая подошла вот здесь вот посмотри вот здесь все просто 3 этажа а здесь четыре этажа интересно 4 можно пойти ли нет ну что у вас устраивает такого утра с чашечкой кофе дошел к балкону посмотрел на свой имение жизнь удалась инка да мы здесь не были еще немножко похоже на другую комнату блогер блогера видит издалека да конечно имеет смысл что они так у них так много запретов потому что на самом деле все это очень близко да смотри как мало места люди ходят если ты упадешь на что-то тоже все очень ценно если ты там потрогаешь нечаянно поэтому они не хотят чтобы да да поэтому они запрещают селфи стикс и просят чтобы аккуратно ходили время съемки тебя чешут разными я короче хочу такой найти у нас это собачка красивая интересно это конец где лучше в ту сторону ну вот он босс как тебе это набережда не очень понравилось хорошая надежда да хорошая надежда я в лодке свежий воздух погода прекрасна погода замечательная это первая неделя октября приезжайте первую неделю октября наверное вторая неделя тоже будет хороший ни дождя ни ветра а у меня тут зонтик который я таская так девочки решили потаскать с собой зонтик просто так потому что дождя не было ни капли красиво красиво можешь сейчас сфоткать здесь хочешь река такая между здесь променад вот на другой стороне променад можно гулять не при гулять а вот здесь детский музей все можно возвращаться с детьми все проверила все посмотрела замечательно можно так откуда же пришло понятие бостон-ти паре дело было так это был протест колонистов против закона принятого в 1773 году и протест был в том же году закон гласил что чай привезенный из британии облагается меньшими налогами некоторых городах груз отправлялся обратно в англию а в бостоне запретили это сделать поэтому местные предприниматели те кто бастовали они всю партию чая выбросили в реку река называется бостонская бухта и это послужило началу американской революции в общем мы с девочками решили разделиться потому что эля и юлиана не захотели ехать на метро они берут убор алла губере ездить да мы хотим посмотреть настоящий город у нас по флориде метро нет поэтому нам интересно мы с они решили поехать на метро вот и у нас такой парень кто быстрее доберется до харварда магазин заходили свиниру покупали но все равно вполне возможно что они тоже заходили так что посмотрим как бы там ни было я думаю в любом случае наш путь будет гораздо интереснее вид красивый ой вот эта станция он просто шикарно интересно внутри сейчас мы как пойдем как посмотрим полицейские нас любезно вот пожалуйста спят тут люди полицейские нас любезно провожает на метро ну давайте посмотрим как выглядит сабвей метро куда нам да еще ниже вот такая вот карта ну почище чем в нью-йорке да конечно ничего красивого здесь нет ну почище чем в нью-йорке вот так вот выглядит метро да но у них там пробки а у нас то пробок нет но мы немножко сдержались конечно посмотрим насколько анти скучаешь по российского метрополитенов а а в баске это было в метро ты была в москве но шикарно же авто питер него какой вид из метро и 2 конечно же на метро мы доехали гораздо быстрее а вот такой выход из метро это харвард мы сейчас будем искать это или называется кембридж кембридж это город он очень милый приятный как нам сказали здесь тоже есть смысл погулять посмотрите как красиво мы заходим в харвард почувствую мозгов слушай вот вот так вот можно учиться конечно да в таком кампусе красотища наш тур по харварду начинается сейчас нам будут рассказывать все как интересно наш гид сама студентка харварда и она рассказала чтобы попасть в харвард нужно быть не только очень умным но также иметь интересную жизненную историю например ее родители иммигранты и совсем не богатый она всего достигла сама много работает а это знаменитая статуя джона харварда он был проповедником завещал свои средства и книги школе и поэтому этот колледж называется харвард на самом деле на статуе изображен вовсе не он так никто не знал как он на самом деле выглядел единственные картины с его изображением сгорели в библиотеке когда один из студентов читал и кстати единственная книга сохранилась и он этот студент потом вернул ее университету его поблагодарили но при этом все равно отчислили так что на статуе изображен студент родственника одного из президентов университета и фамилия у него была хор по-русски переводится как проститутка потрясающую историю только что рассказала девушка вот это их библиотека шесть этажей выше земли и еще четыре под землей история гласит что уайден был студент который очень-очень любил читать читать писать и они с семьей поехали в европу чтобы купить ему еще больше книг у него была богатая семья и они были на знаменитом титанике вся семья погибла кроме его матери на самом деле очень печальная история так вот его мама этого студента этого мальчика она пришла в харвард с двумя миллионами долларов по нашим деньгам наше время это было бы сто миллионов долларов и а она попросила что построили мемориал в честь ее сына вот такую библиотеку построили но здесь была другая библиотека меньше тоже был мемориал мемориал это вот когда здание в честь кого-то да называется такой памятник вот здесь был другой памятник его снесли ради нового памятника и она подумала а что если пройдет время и кто-то еще богаче какая-то еще богаче семья придет и тоже скажет мы хотим чтобы был здесь памятник в честь нашего родственника и тогда она поставила условия харварду если вы хотите взять мои деньги это были огромные деньги да как вы понимаете 100 миллионов на данный момент то есть 2 миллиона тогда это начале 20 века если вы хотите взять мои деньги вот тогда у меня вот такие три условия вот слушайте дальше очень интересно значит номер один чтобы это здание не каким образом не менялась вот это оригинальное здание и и так как у них здесь три миллиона книг внутри перестраиваться ничего трогать нельзя в самом здании поэтому они строят под землей уже четыре этажа вниз под землей зайти мы не можем туда только студенты по айди заходят это было условие номер один условие номер два второе условие было таково чтобы стол и стул за которым сидел ее сын находилась в этом здании и чтобы никто не трогал кроме мамы и уборщицы и каждый день они приносили новые свежие цветы вплоть до ковида то есть недавно до продолжается традиция приносить свежие цветы память вот об этом студенте и третье условие третье условие она необычная она поставила чтобы все выпускники гарварда обязаны были научиться плавать потому что она считала что именно потому как у нее сын не умел плавать поэтому он погиб на титанике вот ну да там конечно могло быть много причин почему он мог погибнуть но вот она считала что все должны уметь плавать и только в 1970 году это поменяли потому что ну не все способны и так физическим каким-то критериям не все способны плавать но такого-то не было условия очень интересная история очень грустная история смотрите какой хаверд букстор прям как harry potter конечно все вот такое вот в таком стиле очень красиво интересно меня очень впечатлил этот тур эти подробности историю очень интересно смотрите какой милый магазинчик такой хорошенький бутичок ой I'm sorry такой хорошенький бутичок это вот оксфорд 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 ой не на переходите thank you sorry че 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 видите оксфорд очень чистый приятный город я ищу своих девчонок я от них я от них отстала вот я иду за ними кто жил в этом доме кто жил в этом доме Natalie Portman и Matt Damon вот прямо здесь Natalie Portman и Matt Damon вот здесь студенты живут вот пожалуйста список самых знаменитых студентов Харварда вот это Кембридж весь Кембридж вот такой вот красивый прям как прям как Харри Поттер видите такие вот такие красивые магазинчики очень интересно здесь очень интересно вот у нас мало времени я не знаю если мы успеем погулять по Кембриджу девочки хотят покушать вот но было бы обидно если бы мы не успели потому что это прям очень красивый городок так мы идем кушать в Oyster House вот это красивейшее здание вообще все здания очень красивые это прям вообще мой да наш стол шикарно давайте посмотри что внутри какой пол красивый смотрите вау а мы где хотим сидеть снаружи или так здесь у нас что это часть Харварда сказали что здесь у них столовая я как понимаю уже нельзя но 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 на сквозь то мы можем пройти ну давай просто на сквозь пройдем вот поэтому вот поэтому и что сквозь арки смотрите как красиво ой вот это прям вообще мой стиль мой стиль красота это как в Гарри Поттере сюда нельзя заходить ну я не буду оправдывать что нас нет уже вторейки представляете они вот так вот кушают это прям как из Гарри Поттера наверное здесь и снималась да? и мы подглядели ну мы конечно наглые и мы русские девчонки конечно мы наглые Мы это все дело засняли, и нам такие, не снимать, не снимать, а мы все равно засняли для вас. Ангел, заходить нельзя посторонним людям. Нельзя, нельзя заходить, но это вообще так круто, вы видели вообще, как это, представляете, так кушать каждый день. Но это, они здесь кушают только те, кто первый год занимает в Харварде. Нам тоже вот еще интересная информация, нам сказали, что первый год они непосредственно на этом главном кампусе живут, и вот в этом здании едят, как это, фрешмент, да, называется? Первогодки. А потом они уже разъезжаются по другим зданиям, близлежащим. Очень интересный был тут. Пришли в театр. Театр, театр. Ну вот как какое-то вот такое современное здание, ничего особенного. Спектакль был о взаимоотношениях между дочерью, взрослой дочерью и матерью. Она ее обвиняла в том, что она не давала ей достаточно внимания. Я уснула в конце, мне было скучновато. Аня сказала, что я пропустила самое интересное. Вот ей понравилось. Ну а здесь вы можете видеть современные демократические нравы. Надо спросить просто, а как называется? У нас тут такой рукавчик. Интересный, красивый. Мы ждем наши коктейльчики. Я заказала бургер, я такая голодная. История с бургером. Девчонки до сих пор надо мной смеются. Я заказала бургер с грибами. Если бы это была Флорида, то это был бы нормальный бургер с грибами сверху. А они мне принесли вместо котлеты, причем по той же цене, 23 доллара, тонюсенький кусочек гриба. Я это отправила обратно. Я сказала, у моего бургера не хватает мяса. Смотрите, на улице холод, а то девчонки полуголые. А нормальный бургер. Мы в пальто, мы в длинном рукаве. Девочки просто вообще полупочти голые. Девчонки познакомились с каким-то парнем, который решил провести нас на свадьбу к своим друзьям. Это было так странно, потому что там все наряженные. Но видите, что мужики не делают, чтобы познакомиться с красивыми девушками. Мы, конечно, потоптались и пошли дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok